Заплати и выходи. В Казахстане побит рекорд по сумме штрафа, который назначают в обмен на свободу за коррупционные преступления. Апелляционная коллегия военного суда решила освободить из-под стражи экс-главу нацкомпании «Казахстан Инжиниринг» и еще одного фигуранта громкого дела по взяточничеству при освоении гособоронзаказа. Попытка обогатиться за счет государства для Каната Султанбекова стоила рекордных 2 миллиардов 139,5 миллионов в тенге, плюс 1 миллиард возмещенных за нанесенный ущерб. 29 ноября прошлого года суд отправил Каната Султанбекова на 10 лет в колонию с максимальным уровнем безопасности. При этом в качестве дополнительной меры наказания тогда суд назначил пожизненное лишение права занимать руководящие должности на государственной службе. Бывшего зампреда нацкомпании арестовали в феврале прошлого года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще 8 человек, среди которых военные и бизнесмены. Все они были осуждены по статьям за пособничество, получение и дачу взяток. Из-за того, что нацкомпания «Казахстан Инжиниринг» занималась распределением гособоронзаказа, процессы проходили в закрытом режиме. И уже сегодня апелляционная коллегия военного суда объявила, что бывший зампред был наказан несправедливо и чрезмерно сурово. Поэтому Султанбекову и еще одному фигуранту дела предложили заплатить за свою свободу штраф. Общая сумма на двоих составила 3 миллиарда 800 миллионов тенге. Осужденные Султанбеков и Смолинский должны выплатить штраф в течение месяца с момента вступления постановления в законную силу. В случае его неисполнения закон предусматривает замену штрафа наказанием в виде лишения свободы.